Друзья, перед началом основного ролика хочу сделать небольшое объявление. Оно будет касаться в большей степени пчеловодов, но вообще подходит для всех, кто любит вкуснейший продукт пчеловодца, такой как мед. В скором времени, с 11 по 14 октября, в подмосковном Серпухове пройдет конкурс на лучший мед России. Это будет форум на несколько дней, где будут представлены разнообразные меда из России, ближнего и дальнего зарубежья. То есть огромный конкурс, на который можно будет прислать свой мед, оценить его, посмотреть его, поучаствовать в этом конкурсе, получить призы. Ну или просто хорошо провести время, какое-то общение с коллегами. Поэтому имейте это в виду. Ссылки я оставлю в описании на данный форум. Я считаю, что это очень классная организация для популяризации меда. У нас почему-то в стране, у нас одна из, можно сказать, медодобывающих стран, у нас много пчеловодов в стране, но почему-то популяризация меда у нас прям вот ниже уровня, куда-то опущена. Почему-то у нас слабо востребован данный продукт. Люди больше на сахаре сидят, хотя только вред больше приносят. Поэтому вот я всеми своими фибрами поддерживаю такие начинания, такие форумы, все, что продвигает хороший, качественный мед. Поэтому если вы занимаетесь, отправляйте свой мед на конкурс, возможно, вы станете победителем. А если вы любите этот продукт, то будет прекрасная возможность у вас поучаствовать в этом форуме, посмотреть, с кем-то познакомиться, где-то что-то приобрести. В общем, все подробное будет в описании. Если вас это заинтересовало, обязательно переходите, смотрите. Ну, а мы перейдем к основному ролику. Всем привет! Так, давненько я не снимал. Должны знать, что вам снять. По сути, в основные моменты я показываю в нашем телеграм-канале каждый день, что где делаем. Сейчас вот залил медогонку водой, чтобы промыть ее хорошенечко перед очередной откачкой. Мне надо пройти, забрать оставшийся мед. Сейчас первый вал заказов по России, который у нас был, я отправил. Вчера, опять же, в телеграме в нашем было. Я снимал, ну, говорил о том, что отправку я сделал. Вот. И сейчас мне надо пройтись по пасеке. И у меня здесь осталось раз корпус, два корпуса и раз, два, три, четыре, пять магазинов. Вот. То есть, семь улей как минимум. И плюс эти ульи надо уже сокращать. Тоже будет до где-то восьми рамок. Где-то, может быть, улей на зиму заменить. Короче, надо готовить пчел к зимовке. О! Какой там лед стоит. Как бы это ни грабеж. Ну, вроде ли, таки прикрыты, не должны. Ну, вот. В общем, надо пробежаться по пасеке. В последнее время ездил, сейчас еще на обрезки, ездил на консультации садовые. Кому, кстати, надо консультации в режиме онлайн по обрезке деревьев, по уходу за садом, также можно писать к нам и в телеграм-канал. Ну, куда-то в личке. В телеграме я, как правило, могу в личке ответить. Вот, что еще надо? На обзад покосить, пройти все взросло. Надо мед откачать, надо начать разливать все к поездке в Москву, потому что уже она вот-вот должна состояться. Тару я купил, ну, какую-то часть основную. Дальше надо будет смотреть, в зависимости от заказов, надо будет еще докупать или нет. Ездил вчера в Тамбов, делал машину, мне меняли радиатор печки. Я успокоился, что наконец-то все я сделал. И когда трогался домой, я обнаружил, что у меня еще и глушитель отгнил вот здесь. Теперь мне надо куда-нибудь съездить, заварить глушитель, потому что в таком состоянии в Москву не поедешь. Тоже все это надо сделать. На хозяйстве что тут у нас? Птица подрастает, гуси ходят, контролируют утят, как мамки с ними нянчатся. Свинки тоже подрастают в роли. Вот они. Мясо на молоке растущее, да? Свинюхи, да? Вот такие. Да, хорошие свиньи, хорошие, хорошие, хорошие. Тоже скоро будут доступны к заказам. Ну, чуть попрохладнее будет. В жару мясо резать не камильфо, просто дождемся, когда температура уже среднесуточная опустится. От такой жары не будем уже думать о том, что... Ну, будем объявлять это отдельно по мясу. Вот. Цыплят осталось у нас не так много. Основную массу у нас потаскали ястребы. Сейчас вот затянули вообще пленками, не пленками, чем угодно, чтобы остатки хотя бы остались. Их было больше 40 штук. Сейчас не знаю, штук там 10-12 от сил осталось. И все. Индюшки у нас минус одна. Не знаю, почему, было такое ощущение, что просто как-то остальные ее задавили, когда они ночью уселись спать. Ну, в целом, хорошие, большие индюшки растут. Вот, не знаю, по идее, мне надо в жердовку съездить, купить им комбикорм еще. И пшеничные отруби. Ну, добавляем в корове ячмень. Ну, делаем правильно смесь. Пукуруза, отруби пшеничные, ячмень дробленый, соль, мясокосная мука. То есть, ну, все необходимое для правильного рациона. У нас правильно составленный рацион у коровы. Какую кормить, за что она бесконечно благодарна, да, мелк? Вот. Вроде бегло вам так все пробежался, рассказал. Что еще-то? Что еще, что еще? Вообще, в идеале-то мне надо еще весной начатые ульи покрасить, доделать, чтобы в них в зиму пересадить. Они мне как-то более надежными выглядят, чем новые. Но, я не знаю, не найду время. В принципе, у меня и в этих ульях зимовали пчелы. Как говорят, зимовки больше боятся не пчелы, а пчеловод. Так. Что еще, что еще? Да вроде все. Вот это те планы, которые есть на сегодня. Не знаю, что из этого успеется сделать, потому что еще есть работа. Еще есть какие-то дела в течение дня всплывают, которые неотложные. Ну, наверняка что-нибудь покажу. Кто не успел заказать мед к поездке в Москву, лучше это делайте сейчас. Потому что уже... Я не знаю, когда выйдет это видео, но оно выйдет где-то, наверное, непосредственно уже перед поездкой. Поэтому, чтобы я успел что-то вам приготовить, если вы планируете его приобрести, то пишите сразу. Мед отправкой по России. Здесь попроще, потому что мед есть. И как бы здесь в любой момент напишите. Отравку мы, как правило, в течение всего года совершаем. Так, все. Пока все. Пойду я чем-нибудь займусь. Наверное, я сейчас пока отмою медогонку. И весь инвентарь необходимый. Чтобы потом уже идти на пасеку, забирать рамки и сразу начинать их откачивать. Новый день. Пробежался по пасеке. Забрал еще 19 рамок. Сейчас пойду откачивать. В общем, определился я с поездкой. Поездка моя будет... В общем, 13-14 сентября. Я буду в Москве, в Подмосковье. 13 сентября по Москве проеду. 14-го по Подмосковью. И, возможно, в Серпуху приеду еще. Ну, я более точно, опять же, в Телеграме нашу сообщу. Вот. Пока все похоже на те даты. Что хотел сказать. Если у вас был засушливый период, либо у вас сейчас, там долго нет дождей, то почва такая уже суховатая. Не забывайте для ваших садов, для ваших деревьев делать влагозарядку и полив. Я вот проливать начал свои деревья. Сейчас пролил то дерево. Где-то порядка литров 400 я под него вылил. 300-400. И вот сейчас. Может, и сюда много вылил. И кину последующее. И так вот раз за разом, дерево за деревом, я буду переходить и пробивать. У меня сделаны приствольные круги, в которых вода держится. И за счет этого влага будет хорошо распределяться. Ну, таким вот образом деревья успеют собрать себе все необходимое в зиму. И хорошенечко перезимовать. Я сегодня их прошел, подрезал, убрал какие-то ветки сильно мотающиеся. Эту веточку я отогну. Буду формировать из нее уже хороший ствол. Хорошую, вернее, ветку от ствола. И постепенно будем смотреть. Конечно, что-то плоховато себя груш чувствует. Не хочет она никак у нас прирастаться. Но я думаю, что постепенно все будет нормально. Вот три улика стоят. По ним я сегодня пробежался. По этим еще надо будет проходить, сокращать где-то, где-то забирать вторые корпуса. Ну, благо, время у меня позволяет. Получается, у меня время есть. Я думал изначально, что я поеду где-то вот 6-7 сентября. Но в итоге вся картина складывается так, что нет. Я поеду на второй неделе. И тем лучше. Не так мне надо будет спешить рваться на все стороны. Я потихоньку, я думаю, без лишней спешки все успею, все соберу. И привезу вам наш вкусный мед. В этом году засуху. Я не помню, говорил или нет. И мед, конечно, кристаллизуется быстрее. Что хорошо, опять же, для тех, кто любит тягучий мед. Как его любим мы съем. Потому что, на наш взгляд, в жидком меде... Ну, мед так вкус не такой. Мед, он как хорошее вино, должен постоять. И тогда приобретает, раскрывает полностью разнообразием вкуса. А жидкий мед, ну, не знаю. Мне кажется, он прям в охоточку. Вот один раз его налили. Но это дело вкуса. Совсем штука такая. О них, как говорится, не спорим. Вот. Так. Ладно. Пусть тут печет его. Вот, ну, видите, сколько их у нас пытается тонуть. Спасаешь, спасаешь. Одно за другой. Постоянно в ванной уплываю. Влаги им надо много. Постоянно таскают. Ту воду, которую им даешь, им не хватает. Потому что всего много. Не знаю, надо несколько ветер, наверное, будет в следующем году купить. Сразу в двадцаток. И сделать им побольше поилок, чтобы они там как-то пили и не тонули спокойно. Да, хорошие идеи. Так и делать в следующем году. Все, пошел я мед качать. И что-нибудь еще вам потом покажу. Не, наверное, в этом видео я вам больше ничего не покажу. Потому что у меня уже прошло несколько дней. И у меня они такие несколько дней сурка. Я качаю мед. В какой-то из дней выбираю, еду, чиню машину. В какой-то из дней работаю. Ну, здесь на работе, в охране. Потом качаю мед. Чиню машину. Работаю. Качаю мед. Чиню машину. Работаю. Сейчас мне надо идти качать мед. Потом, соответственно, поеду опять чинить машину. И работать. Как-то так вот складываются мои дни в последнее время. Не то, что там что-то. Но вот постоянно какая-то мелочь в машине всплывает. Сначала я менял радиатор печки. Как только его сделал, поехал домой. У меня по пути отвалился глушак, отгнил труба. Поехал, выбрал день какой-то заваривать, заварил. Теперь у меня с другой стороны оторвался глушак. Опять надо ехать варить. А между этими двумя событиями, это я как раз увидел, что он отвалился. Когда я поехал, что у меня подшипник полуоси развалился. Поехал менять подшипник полуоси. И пока машина была на подъемнике, я увидел, что в другом месте еще глушак отвален. А мне надо все нормально сделать, чтобы я спокойно мог ехать в Москву. Я не хочу, чтобы у меня что-то было не подготовлено. Вот как раз поеду теперь. Все это проверю, посмотрю. Я заменил полностью все масла вообще везде. Трансмиссия, раздатки, мосты, двигатель. Все, все, все полностью поменял. Готовлюсь, готовлюсь к поездке. Вот сейчас я забрал... Ой, я не знаю, сколько у меня там корпусов стоит. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Копусов шесть-семь в итоге получилось. Пока я сократил гнезда, пока я что-то позабирал за рамки. Вот теперь мне все это надо идти успеть откачать. Кстати, нам привезли еще зерно. Вот на днях я в Телеграме показывал тогда, когда это было. Но это теперь после Москвы. Я буду только разносить его 100%. Оксидендрум свой, который я вам показывал, пересаживал. У меня ветром сдуло сетку. И куры, гуси даже следа от него не оставили. Увы и ах. Очередная неудачная попытка высадки. Но это теперь, ладно, все не сейчас. Сейчас у меня остается буквально неделя до выезда. Неделя, прям так и есть. Вот у меня осталась неделя до выезда. Мне надо кучу меда еще откачать. Мне надо кучу меда расфасовать по тарам, собраться и поехать еще к вам. Если это видео выйдет, соответственно, числа до 11-го, то успевайте заказывайте. Кто не успел заказать, я поеду в Москву. По Москве, как по идее, по логике, я так понимаю, что по Москве я буду развозить где-то 13-го в пятницу, сентября, а по области 14-го. Но обычно у меня вот так где-то выходит. Я доеду аж почти, аж за Сергеев по саду еду в область, поэтому кто вот где-то есть по пути, имейте в виду это тоже. Что еще? В Серпухове буду. В Серпухов, скорее всего, буду заезжать в четверг 12-го. Я так пока прикидываю. Вот. Поэтому если кто-то в Серпухов, Подольск, есть оттуда, тоже может мед заказывать. Через вас проеду. Ну и не забывайте, что в Серпухове, да, там через месяц с 11 по 14 октября пройдет встреча, и так сказать, лучший мед России. Будет определяться, плюс большой такой форум, как я уже говорил, все интересно вы читаете в описании. Все, я побежал качать мед, потому что сегодня весь день вот бедал по пахике. Кстати, ну пойдемте покажу. Ладно. Пока идем, можете заодно подписаться на наш телеграм-канал, на наш дзен подписывайтесь, там видео выходят раньше, и как-то, ну для России, наверное, это уже стало актуально, чтобы тихонечку с Ютуба все туда-то перекатывались. Но Рутуб я не хочу идти, пока, потому что он весь глюченый, я сколько раз пытался сюда перейти, ничего там не работает. Честно, я пчела какая-нибудь и кусь там, и у меня тут сильно раздраженный. Тихо-тихо, родная. Вот она все распсиховалась. Будет меня теперь провожать. Короче, все, все ули стоят в один корпус. Мед товарный я забрал. Теперь уже можно будет готовить пчелкам сироп по необходимости. Сейчас я посмотрю, как они зальют. Там есть много-много ульев, в которых, вернее, есть какое-то количество ульев, в которых много-много расплода. Соответственно, расплод выйдет оттуда, а нектара не будет. Вот я посмотрю, если сейчас какие-нибудь дождики не пойдут, что-то где-то не зацветет, потому что все цветет абсолютно сейчас по-разному. Ну и в любом случае, сахарный сироп в зиму, он им лучше, чтобы они на зиматоз не поймали где-нибудь в феврале-марте. Вот. Пусть они лучше на более легкой пище отзимуют. Это будет куда полезнее. Вот. Примерно так. Все. А я пошел качать мед. Спасибо всем, кто нас смотрит, кто ставит лайки, дизлайки, кто подписан на всевозможные наши каналы, поддерживает нас. Вы большие молодцы. Остальные вы тоже так нечего на самом деле. Все. Все. Всем пока. По ту сторону забора есть речка, голубое небо вечно, золотистая трава по плечи, догорает закат, как свечка. По ту сторону забора детства, меня встретит летний вечер, теплый ветер мне нашепчет. По ту сторону забора есть речка, по ту сторону забора есть речка, голубое небо вечно. Золотистая трава